привет друзья сегодня очень интересная тема очень такая интересная и очень я думаю что злободневная думаю каждого каждый этого в жизни когда-то с такими людьми столкнулся ревнивые люди с вами наталья зубкова и мои мысли вслух недавно разговаривали с подругой вот буквально на днях и обсуждали очень такую ситуацию такую знаете животрепещущую такую ревнивые люди я не имею ввиду людей которые семейные пары нет это совсем не об этом речь пойдет речь пойдет о людях которые не умеют общаться люди которые какие-то наверное в общем короче человек который выбирает своим объектом любви прямом и переносном смысле вот у другого человека и он не дает этому человеку шагнуть шагу неважно взрослые ты или ребенок это у детей это происходит более остро потому что игр играют вместе какие-то конфликты возникают ребенок этот причем в игре никогда себя как правило этот ребенок в игре себя не проявит никогда сказали ему что ты там глупый ты неправильно делаешь он поулыбается все нормально дома уйдет дома маме истерику закажет мама меня обозвали дураком и дебилом придурком и так далее мама начинает разборки наводить причем своему другу то он ничего не сказал этот ребенок да он просто он просто повернулся попрощался допустим ушел домой или например он говорит давай пойдем там в кино сходим другому год я не хочу я хочу дома там посидеть или я хочу с тем мальчиком поиграть или у меня там какие-то дела неважно совершенно этого человека не интересует если ребенок ревнивый ему по барабану он захотел с вами играть он будет с вами играть он не мытьем-то закатанем с вами будет играть будет вами манипулировать он будет вами он попробовать сначала сделать это сам каким-то образом я не знаю там может заплачь девочка если она может заплачет начнет уговаривать начнет может быть психовать ругаться может быть нет может быть просто поулыбается попрощается уйдет домой дома с мамой маме закатит истерику мама начнет значит наводить разборки то есть это очень такие серьезные конфликты и в эти конфликты в детские практически всегда бывают втянуты взрослые. И потом уже забыли, что у детей, что получилось, начинают выяснять отношения взрослые. Особенно если это бывает в таких семьях, которые дружат между собой, то бывает, что и дружба между семьями может распасться. Здесь все зависит от того, насколько адекватны родители с одной и с другой стороны. Родители, это мое мнение личное, такой мой совет, не дайте втянуть себя в такие разборки. Я думаю, в жизни каждого из вас такой был ребенок, либо взрослый человек, ревнивый именно. Очень будет интересно написать, может быть, кто-то в комментариях напишет, как вы с такими ситуациями справлялись. На самом деле, я считаю, это мое мнение, что это страшные люди, это очень страшные люди. Причем ребенок маленький, он еще может как-то манипулировать, он может плакать. Представляете, как у этого ребеночка маленького, который ревнивый, который маленький ревнивец, как у него разрывается сердце, как ему плохо. Насколько у него депрессия страшная, получается, в том плане, что страшного произошло. Друг отказался с ним сегодня играть. Он же не сказал, я тебя не люблю, ты мне уже не друг, и уходи, и все такое прочее. Нет, он просто не стал играть в этот момент. Он пошел к другому мальчику играть. Ну почему нет? Все. Для этого ребенка. Другой ребенок, который не ревнивец, который просто обидится, подуется немножко, и все. А у этого ребенка, у него реально стресс. От чего это происходит, непонятно. Откуда берутся такие дети, откуда берутся у них такие эмоции у этих детей. Может быть, это врожденные. Может быть, это семья, в которой ребенок живет. Может быть, у них не хватает любви и внимания. Откуда мы знаем? Мы не знаем этого, мы не можем этого знать. Самое главное, чтобы у этого ребенка были адекватные родители. или когда вот такая ситуация возникает, чтобы мама ему помогла, чтобы мама не начала капать на мозги той маме, чей ребенок не стал играть. Что это у вас такой плохой сын, он не стал с моим ребенком играть, что-то он его там обидел, оскорбил и так далее. Здесь нужно обратить внимание на своего ребенка, на своего ребеночка и помочь своему ребенку, поговорить с ним как-то, объяснить ему как-то, что все люди свободные, человек сам выбирает с кем ему играть и общаться. Чем раньше вы это сделаете, тем будет лучше. Точно так же страшно, когда такой человек встречается взрослым вам в отношениях. Вы же, наверное, все знаете примеры, вот, например, фанатики, которые выбирают объектом своей любви, какого-то там знаменитого человека, например. Они не дают проходу этим людям, они создают клубы фанатов, они оккупируют подъезды, они пишут на стенах, они там пишут смс, человеку приходится там у менять телефон, чуть ли не переезжать на другое место жительства, они его опять ищут. Вся жизнь этого человека посвящена тому, чтобы манипулировать объектом своей любви. Понимаете, вот человек тратит на это жизнь. И для него это очень серьезно. Это нам может быть со стороны кажется, ну, глупости какие-то. А для того человека это очень серьезно. И человек может этот в конце концов перейти грань, перейти какую-то черту. Когда ребенок маленький, тут уже все зависит, придет он черту или нет от взрослого. Потому что сейчас у нас очень много в стране всевозможных синяки, вот эти вот группы, которые вынуждают, вступают дети туда, с детьми общаются, вынуждают их покончить жить самоубийством. И я считаю, что вот эти вот дети именно, они как раз в такой группе риска. Если нет дома доверительных отношений, ребенок вполне может замкнуться, может уйти из себя и вполне возможно может попасть в такую ситуацию. И это уже будет неисправимо просто. Это уже я совсем прямо в черных красках все обрисовала, но это все реально, все так может быть на самом деле. А когда человек взрослый, то он тоже может переступить черту, причем это часто так и происходит. И там уже становится уже не до игр и не до смеха, и это уже очень серьезно. И такой человек может и оружие взять, и пойти на преступление. И мой вам совет такой, да, мое личное мнение, что с таким человеком нужно, если в вашей жизни такой человек появился, если вы увидели, что да, что-то происходит невероятное, надо срочно с таким человеком прерывать все отношения. Четко, ясно дать человеку понять, спокойно, вежливо, без крика, без руганий. Человек не поймет вашей агрессии. Он начнет сам на вашу агрессию отвечать еще больше агрессии. Спокойно, ясно с человеком попрощаться, сказать, давай, дорогой, пока-пока, мне совершенно некогда, у меня куча работы, прости-прости, давай мы с тобой через год созвонимся и поговорим. Ну вот что-то в таком духе. Как бы и не кричать на него, и четко его не отстранять, не выгонять, там, пошел ты далеко и надолго. Он не поймет этого. Он может ответить на ваши слова очень агрессивно. А четко и ясно нужно прервать с ним все отношения. Потому что иначе, я считаю, что таким людям нельзя давать никакого шанса. Потому что этот человек будет вами манипулировать всю жизнь. Он будет вас шантажировать слезами, психами, будет перекидываться больным. Он будет делать все, что угодно, чтобы манипулировать вами. Поэтому с такими людьми нужно прощаться. Конечно, очень такая тема, не очень оптимистичная сегодня. Но эту тему, я бы что-то захотела на эту тему поговорить, порассуждать. Просто у меня такая ситуация была с моей дочкой в детстве, когда она в школе училась. Но я эту ситуацию разрулила. Четко, ясно дала понять этим людям, что... Причем там мама была на стороне той девочки. И я четко, ясно дала понять, что своего ребенка я в обиду не дам. До свидания, всего вам хорошего. Пусть вам будет хорошо, очень хорошо. Пусть вы будьте счастливы, но подальше от нас. Вот таким образом. Все это разрешилось, все это нормально. Дети выросли, все хорошо. Сейчас у меня такая ситуация у моей подруги. Почему я захотела с вами поговорить на эту тему? Потому что такая ситуация сейчас сложилась у моей подруги. Но дело в том, что моя подруга живет в другой стране. И у нее там эту ситуацию нельзя разрулить, так как я разрулила ее в России. У нас в России можно сказать, я не хочу с тобой дружить больше. Пока. До свидания. Все. Тема закрыта. Ты про меня забыла или там забыл. Меня в твоей жизни не было и нет. Там так делать нельзя. Там у них такая фишка, что нужно дружить. Все люди братья, все люди... ну и так далее. Поэтому как у них эта вся ситуация будет разруливаться, я не знаю. Но я об этом вам, конечно, рассказывать не буду. Потому что это личное уже. Но подруга у меня очень девочка такая добрая, очень отзывчивая. И для нее это тоже очень большой стресс. Но почему-то я захотела на эту тему сегодня с вами поговорить. Так. Все. Заканчиваю. Жду ваши комментарии. Пожалуйста. Если у вас есть желание, напишите в комментариях, были ли вы в таких ситуациях, сталкивались ли вы с такими людьми и как вы эти ситуации разрулили. Всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok